Она символизирует героизм и воинскую доблесть. История Георгиевской ленточки началась еще во времена Екатерины II. Черный цвет символизирует пороховой дым, оранжевый огонь. Ежегодно в преддверии 9 мая по всей стране волонтеры Победы на улицах раздают Георгиевские ленточки. Акция проходит с 24 апреля по 9 мая. Наши волонтеры Победы в Самаре тоже вышли на площадь Кубеша, самую большую площадь, чтобы рассказать людям о том, что такое георгиевская ленточка, почему ее принято носить перед 9 мая, о том, что вообще это значит, как правильно ее надевать. Раздавая ленточки, волонтеры напоминают самарцам, что это символ памяти, мужества, благодарности нашим дедам и прадедам, которые отстояли родину в годы Великой Отечественной войны. И к ним нужно бережно относиться. Важно помнить свою историю абсолютно каждому человеку, потому что без знаний истории, что было раньше, у человека просто нет будущего. Для Галины Рязановой георгиевская ленточка – это память о воинской доблести и подвигах отца. Как и для многих, в жизни женщины история семьи и страны – единое целое. Мне это очень близко, потому что мой папа был участником войны и имел эти награды и медали, и ордена с такой ленточкой. Поэтому для меня это семейная, скажем так, история. Ну и потом я просто участвую в поддержке традиции, которая нужна нашему государству, особенно сейчас. С прошлого года в стране действует закон, устанавливающий статус георгиевской ленты. Она приравнивается к символам воинской славы. Из-за ее осквернения грозит административная или уголовная ответственность. Георгиевскую ленту рекомендуют закреплять на одежде, вороте или на уровне сердца. Ее складывают в форме буквы «З» либо в виде петельки с нисходящими концами. Конверты или завязывают банта. Ленту не стоит носить на теле ниже уровня локтя, крепить на ручки сумок или автомобильные антенны. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.